К новым победам в новом сезоне. Спортсмены Неницкого округа совершенствуют свою физподготовку на летних сборах в разных уголках страны. Ежедневные изнурительные тренировки проходят в основном на специализированных базах под руководством опытных педагогов. А боксеры и вовсе занимаются в горах. В этом году на летние сборы из бюджета НАУ выделено больше 7 миллионов рублей. Олег Хатанзейский о том, с чего начинается путь к олимпийским медалям. Спортивный сезон в регионе традиционно заканчивается в мае, но для атлетов на самом деле все только начинается с нуля. Впереди новые турниры, кубки-чемпионаты. Чтобы не растерять имеющуюся форму и набрать новую, ребята приступают к усиленным тренировкам, чаще за пределами региона. Там условия благоприятные. В этом году на летних сборах побывает 170 юных спортсменов. Лыжники и палеотлонисты набирают форму на юге Архангельской области. Боксеры-борцы в горах Кабрадина-Балкария, футболисты в Анапе. Тэквондисты в Крыму, а сборная региона по северному многоборью местом для тренировок выбрала спортивные площадки Санкт-Петербурга. Чем примечательны эти сборы? В течение очень сжатого времени, там две недели, за две недели, можно проделать большой объем работы. То есть двух-трехразовые тренировки в день. То есть очень поднимаются высокофункциональные возможности организма. Если не готовится, то и форма будет низкая. Ну, естественно, это приведет к попадению спортивного результата в конечном случае. Многие спортсмены летние сборы проводят и в Наринмаре. Хоккеисты и фигуристы тренировались в Лидовом дворце Трута. Волейболисты и часть лыжников свое мастерство повышали на площадках детско-юношеской школы «Старт». Условия ничуть не хуже. Для юных атлетов все тренировки, в том числе выездные, абсолютно бесплатные расходы оплачивает округ. Однако затянуть пояса все же придется. Уже в новом сезоне финансирование спорта заметно сократится. Как минимум на 50%. Запланированные турниры и чемпионаты, конечно, не отменят. Их проведут по упрощенной программе. Сократится количество игр, судьи, да и призы теперь будут скромнее. А вот на выездных соревнованиях и сборах, особенно приоритетных для НАУ, экономить не планируют. Александр Терентьев, подающий большие надежды в лыжном спорте, обязательно примет участие во вторых юношеских олимпийских играх. Они пройдут в Норвегии. Наш земляк уже попал в список сборной страны. На таких ребятах регион экономить не собирается. Ну я так думаю, это до конца 2015 года такая ситуация. Ну в 2016 тоже сложный будет бюджет, но мы уже будем готовы к нему. Сейчас мы просто, если честно говоря, не были готовы к такой ситуации, когда очень жестко нам, скажем так, очень жестко сократят расходы на все наши мероприятия. То есть приходится сейчас принимать решения уже вот по ходу. Очередной спортивный сезон в Ненинском округе стартует в сентябре. Его откроют массово новые турниры, травмы, неподдельные эмоции и слезы. Впрочем, одно всегда остается неизменным – желание победить. Это и есть начало пути к олимпийским медалям. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.